Пермь продолжает принимать беженцев. Более ста граждан Украины уже обратились за помощью в Управление Федеральной Миграционной Службы по Пермскому краю. Сейчас там находится на рассмотрении 45 заявлений от украинцев о предоставлении им временного убежища в Прикамье. В ближайшее время их число может заметно возрасти. Ожидаем, что с Ростовской области к нам должны подъехать порядка ста человек, граждан Украины. В основном все, конечно, едут к своим родственникам. Поэтому на первое время им остановиться есть где. Получив временное убежище, люди смогут оформить полис обязательного медицинского страхования, устроить детей в детсады и школы. А еще получат право работать без официального разрешения. Профессии абсолютно разные. Есть много, достаточно много людей с высшим образованием, с средним, специальным. То есть это вообще квалифицированные кадры процентов 60 на 40 в пользу того, что граждане хотят остаться здесь и не возвращаться уже в Украину. Дружба России с Китаем все крепче. Пермский край вносит свой вклад в развитие отношений с сильным восточным соседом. Накануне представители этой страны подписали соглашение с ведущими пермскими университетами. О перспективах международного сотрудничества репортаж Евгения Караксиной. В сентябре китайских студентов в стенах Пермского университета станет больше соглашения о сотрудничестве с одним из вузов Китайской народной республики уже подписано. И также в рамках этого соглашения наши студенты с начала этого года отправятся в одну из провинций Китая изучать их культуру и язык. Погружение в историю культуры Китая займет целых три месяца, но пермские студенты этому только рады. Пожить в среде носителей изучаемого языка уникальная возможность. Мне очень нравятся иероглифы, мне очень нравится сам язык, то, что там есть тон, но он совсем не похож на европейские языки, у него совершенно другая грамматика, это очень интересно. Русские и китайские языки – одни из самых сложных для изучения программы академического обмена студентами – существует не первый год. Эта делегация студентов из Поднебесной уже заканчивает обучение по магистрской программе. Это соглашение о сотрудничестве с Нанчанским университетом – результат недавней поездки губернатора Виктора Басаргина в Китай. Для региона развитие отношений с Китаем – перспектива расширения не только культурных, но и внешнеэкономических связей. Мы будем подписывать соглашение в дальнейшем уже по разработанному плану мероприятий, которые будут предусматривать конкретные шаги по конкретным отраслям экономики. Для наших вузов укрепление дружбы с Китаем – большой шаг в популяризации пермской науки за пределами России. Мы говорили о том, чтобы статьи китайских ученых публиковались в наших научных журналах. Они готовы предоставить свой журнал для наших публикаций в переводе на китайский язык. Мы как раз в Нанчанском университете открыли представительство Института Пушкина. И в связи с этим мы направили туда и книги на русском языке, потому что русская литература, правда, на китайском языке пользуется спросом в Китае. Договор между Пермским госуниверситетом и Нанчанским вузом – это и совместная работа преподавателей над научными темами и проектами, и организация летних практик, и работа программ двойных дипломов. Все это повысит престиж обоих вузов. Евгения Караксина, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей. Через тернии к дому жители частного сектора микрорайона Южный штурмуют заборы и карабкаются по крутым склонам оврага, чтобы просто попасть домой. Хозяин одного из участков перегородил тропинку, которая раньше была общей. Люди в суде отстаивают свое право ходить домой по-человечески. Подробности в репортаже Елены Яговцевой. Вот, допустим, я пришла с рассадой. Рассаду я начинаю вешать вот на это место сначала. Замок висит. Я подхожу и начинаю лезть. Для акробатических экзорсисов годы, конечно, уже не те. Но другой дороги к дому для некоторых жителей улицы Горловской просто нет. Полоса препятствий включает в себя пару заборов, груду строительного мусора и крутой лог. Некоторые преграды людям приходится преодолевать ползком. Я вот здесь ходила, к своему дому проходила. А сейчас мне приходится. Через четыре сада я хожу, если есть возможность, если только хозяева тут. Проблемы у жителей частного сектора начались два года назад. С появлением новых соседей, которые загородили место некогда общего пользования строительным мусором и возвели забор. До этого здесь было что-то вроде калитки. Через нее по тропинке люди спокойно ходили к себе домой. У каждого садовода были свои ключи. Только домок тогда их заходил. А теперь заколочено все. Все забито, заколочено. Все переломано. Вырастили картошку, мешок. Я должен на грибту ползком поднимать в гору. А скоро пожарный не может попасть. Ну что случится? Я что? Все. Из-за этого человека я отдам душу. У нас есть карты, у нас есть документы, где значится с 58-го года, что вот эта тропинка общего пользования этого кооператива. Но почему-то во внимание никто это не берет. И эта тропинка перешла в его пользу. Решить вопрос путем переговоров не удалось. Люди обратились в суд и потребовали заставить новых домовладельцев освободить некогда общий проход. Однако решение было вынесено в пользу ответчика. Они попадают на свои земельные участки, их обрабатывают, получают урожай. Но вопрос, каким путем они туда попадают? Они попадают законным путем. Другое дело, что не совсем им удобно это делать. Но это другая сторона медали. Точку в земельном споре жители улицы Горловской ставить не собираются. Чтобы заставить соседа хоть немножко потесниться, они намерены продолжить судебную тяжбу. Елена Иговцева, Александр Копысов, Телевизионная служба новостей. А вот у жителей центральной части этого же Свердловского района стало одной проблемой меньше. Напомним, в понедельник мы рассказывали, как двор в центре города стал частью строительной площадки. Мусор с возводимого по соседству объекта ветром заносило во двор, а шум по ночам не давал людям уснуть. Сейчас к ним, наконец, возвращается спокойная жизнь. В начале этой недели глава администрации Перми Дмитрий Самойлов объявил выговоры заместителям глав четырех районов города, отвечающим за благоустройство. Среди претензий недостаточно оперативное реагирование на замечания. А вот реакция на жалобы жителей, адресованные застройщику дома номер 77 по улице 25 октября, последовала быстро. Администрация Свердловского района организовала внеплановую проверку стройки, по результатам которой застройщику выдали предписание устранить нарушение. Спустя два дня проблемы решили. Мусор вывезен, тротуар убран. Вопрос о нарушении закона о тишине в ночные часы сейчас тоже решается. С привлечением полиции сообщили в администрации района. Все вопросы, которые возникают, в том числе и по этому объекту, они возникали. Мы и жильцы, и мы обращаемся в полицию с тем, чтобы они проверяли ход строительства объектов в ночное время. В одном только Свердловском районе более 20 стройплощадок. Работа на них не должна нарушать права жильцов соседних домов, а на прилегающих территориях должен быть порядок. Однако так происходит не всегда. Самые частые нарушения – спецтехника, выезжающая со стройки и разносящая грязь по улицам города. По санитарным нормам на каждой такой площадке должен быть организован помывочный пункт. Мы просим наших застройщиков обратить особое внимание на мойку технологического транспорта и на использование тентов при перевозке мусора и строительных материалов. Город есть город, стройка ведется не в чистом поле, а среди жилых кварталов, среди детских садов, школ. Поэтому большая просьба к застройщикам серьезно следить за порядком. Положительный пример – работа на эспланаде. Их объемы колоссальны, но транспорт на улице города выходит чистый. Город развивается, и стройки неизбежны. Контроль за порядком на прилегающих к ним территориях – задача районных властей. По требованию сетименеджера Дмитрия Самойлова, их работа с подрядчиками и хозсубъектами будет усилена. Однако следить за соблюдением порядка рядом со стройплощадками могут и сами пермики. Городские власти просят сообщать о замеченных нарушениях в администрацию своего района. Евгения Караксина, Василий Дулепинский, телевизионная служба новостей. Генеральная прокуратура назначила нового прокурора Пермием стал Андрей Назаров, который с мая нынешнего года занимал этот пост в статусе исполняющего обязанности. Андрей Назаров – старший советник юстиции в органах прокуратуры с 1995 года. Почти Венеция, а скорее болото прямо во дворе. Проблемный объект – территория одного из домов в Дзержинском районе. Местные жители жалуются на отсутствие ливневой канализации. Во время дождя вся вода течет к ним. В масштабах проблемы и путях ее решения разбиралась Елена Яговцева. Наш лягушатник. Так шутливо прозвали территорию возле своих подъездов жители дома 3 по улице Блюхера. В результате точечной застройки микрорайона дождевые и талые воды начали стекать к ним во двор. А ливневой канализации здесь попросту нет. Когда сильные ливни, когда дожди, вода вся стекается к нам. У нас даже к домам-то подойти, к подъездам-то нельзя никак. Нам обходить надо или с этой стороны, или с той. Люди не раз обращались в городскую администрацию с просьбой осушить придомовую территорию. Однако по закону строительство ливневой канализации во дворе дома – дело самих владельцев квартир. Но таких денег у них нет. На помощь собственникам пришел депутат городской думы Алексей Демкин. Я просто заложу субсидию на ваш дом по организации строительства здесь ливневой канализации. А дальше по городской территории администрация города выполнит строительство за счет бюджета города. К решению проблемы депутат привлек специалистов городской администрации. На выездном совещании чиновники признали – необходимость благоустройства двора налицо. И решили внести этот объект в планы строительства. Планируем именно в этом году, но надо сначала посмотреть все-таки более подробные технические условия сопутствующих, скажем так, сетевых компаний на прокладку здесь коммуникаций. С ливневой канализацией в городе вообще много вопросов, говорит Алексей Демкин. Старые коммуникации или вышли из строя, или сильно засорены. Из нескольких десятков километров сетей функционирует лишь половина. Так быть не должно. Входя в реконструкцию дорог, необходимо проектировать и строить ливневую канализацию. Ну и безусловно не бросать ту, которая уже построена, заниматься прочисткой. Ремонт ливневки, по словам депутата, одна из самых первоочередных задач благоустройства. Где бы эти сети ни находились. Елена Иговцева, Михаил Иситров, телевизионная служба новостей. Те, кто любит «Погорячее», вновь соберутся на Бахаревке. 27 и 28 июня там пройдет музыкальный фестиваль «Роклайн». В этом году на поле бывшего аэродрома выступит больше двух десятков команд. География участников достаточно обширна. Москва и Санкт-Петербург, Казань, Тюмень, Сыктывкар. Подробнее Юлия Зыкова. Группа «Мураками». В российской музыкальной среде это название хорошо известно. Образовалась команда 10 лет назад в Казани. Участвовала во многих рок-фестивалях страны. Ее песни не раз занимали верхние строчки радиочартов. Музыканты создают композиции и для кинофильмов. Солистка Диляра Вагапова, посол Казанской универсиады, участница рейтинговых телепроектов. Группа «Мураками» приедет в Пермь, чтобы встретиться с публикой фестиваля «Роклайн». Еще один гость Пермского фестиваля – представитель современного российского рок-авангарда. Группа «Иванова» из Петербурга. Об этой женской команде российские и западные критики отзываются так. Эти музыканты с энергией и талантом играют неформатный рок. Они сметают барьеры между жанрами. Здесь и фолк, и панк, и рок-н-ролл, и арт-рок. Мы познакомились на фестивале «Беламур-Буги» в прошлом году. Голоса сильнейшие просто, они все поющие. Там потрясающая барабачица, вот просто потрясающая. Прибудут на фестиваль и европейские гости. В их числе группа «Таламус» из германского города Побратима Перми – Дуйсбурга. Молодые музыканты уже бывали в наших краях. А вот их шведские собратья по творчеству из группы «Вальтер Боб» приедут на рок-лайн впервые. Ребята самостоятельно нашли спонсора для своей поездки. Желание было огромное добраться, так скажем, до середины России, до Уральского хребта. Откроется рок-лайн уже в эту пятницу. Концерты пройдут одновременно в Перми и Березниках. Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте rockline.ru. Юлия Зыкова, Алексей Шкляр, телевизионная служба новостей. Утром в Пермском небе было замечено быстро надвигающееся облако необычной формы. Это так называемое облако-рулон, приводят слова сотрудника Центра ГИС Пермского госуниверситета Андрея Шихова, портал prm.ru. По словам ученого, в нашем городе это природное явление случается 2-3 раза в год. Облако-рулон формируется при грозах со шквалистым ветром и повышенной влажности воздуха. Для него характерна высокая скорость перемещения на небольшой высоте. Сейчас в Перми как раз сложились условия для необычных атмосферных явлений. Так что почаще смотрите в небо. На этом у меня пока все.